Боксёры в ринге. Форма значительно больше и мощнее. Однако главные козыри Мухаммеда Али были не в перчатках, а в его голове. Али всегда был уверен в себе, мужественно принимал любые удары и хорошо думал в ринге. Для Формана Али подобрал тактику под названием канатный допинг. Уже со второго раунда претендент начал висеть на канатах и принимать на себя удары. Между атаками Формана Али заявлял, что ожидал от Джорджа большего и продолжал принимать удары на свою защиту и голову. Впоследствии Мухаммед говорил, что несколько ударов дошли до цели и появились даже галлюцинации. Но жара, влага и ночь были на стороне претендента. Чемпион вымахивался и Али это понимал. Тактика начала работать и в какой-то момент Мухаммед без подготовки ударил правой прямой, что разозлило большого Джорджа. В седьмом раунде богатырская сила Формана начала заканчиваться, а в восьмом раунде у биг Джорджа не осталось в бензобаке ничего. Али пошел в атаку правой, левой, правой и в джунглях раздался самый большой грохот в истории. Падение непобедимого чемпиона. Этот поединок стал поистине поворотным в истории бокса. Не будь этой победы, иерархия чемпионов тяжеловесов была бы совершенно другой. Три больших чемпиона, Мухаммед Али, Джордж Форман и Джо Фрейзер разбирались между собой за право называться лучшим бойцом целого поколения. Величайшая эпоха в истории супертяжелого веса и драматичнейшая развязка. Казавшийся непобедимым чемпион пал, а опальный для американского государства претендент выиграл и доказал, что именно он должен стоять на первом месте, а не кто-то другой. Субтитры создавал DimaTorzok